Продолжение следует... После доукомплектования экипажами колонна танков, прибывших с Дальнего Востока, пересекла границу Чечни. А уже через сутки, 26 ноября, они вошли в Грозный. Капитан Шихолев, Андрей Васильевич, войсковая часть 01-451, город Станечногород, Московская область. Капитан Шихолев, Александр Николаевич, войсковая часть 43-602, город Нарфавенск, Кантемировская дивизия. Министр обороны Грачев вообще заявил, что его людей не могло быть в Чечне. Смотрю телевидение, там и вроде пленные там захвачены, еще кто-то. Я единственное знаю, что с каждой стороны, и на стороне Дудаева, и на стороне оппозиции, воюет большое количество наемников. Пленные остались без Хозного. Узнав о том, что министр обороны высказал неведение об их участии в штурме Грозного, его люди негодовали. Иванов Валерий Александрович, войсковая часть 01-451, город Солнечногород. Хочу от всего сердца передать плавный привет своему министру обороны, который от меня отказался. Валерий Александрович, войсковая часть 01-451, город Солнечногород. Валерий Александрович, войсковая часть 01-451, город Солнечногород. Позиция подошла. Говорили, говорили, и вышли. Мы говорим, что вращаются сюда. Восюмку заедут, что считают вас военнослужащими гражданами России. Позиция министра обороны еще не значит, что брону Пару 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 Пару. Позвал, а командир танк позвал. Когда вы училище зап primeira? Пожище с нами. А вы не видели подробностей? Мы неоднократно заявляем о том, что мы полностью убеждены в том, что они играют за все военнослужащие Российской Армии. Может быть, как-то переоформленные специалисты. Это другой вопрос. Но мы не есть Министерство обороны. Министерство обороны до сих пор отрицает. Но, по-моему, в этом уже последний смысл отрицает сами подсеркнуть.